Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мать моего гостя сильна о вере. Но у нее нашли рак четвертой степени. Она больше не могла выносить боли и готова была умереть, потому что дальше терпеть больше не было сил. Но благодаря откровению, которое Бог дал моему гостю, она исцелилась. Именно об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Не пропустите в этом выпуске. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Райан, сегодня за обедом я спросил тебя, что, как ты видишь, будет происходить в будущем. Для тех из вас, кто не знает, Райан – провидец и настоящий пророк. Райан, так что же будет происходить в 2020 году? Я верю, что произойдет одно из самых мощных излияний в теле Христа. Через покаяние наших сердец мы увидим, как мужи и жены Божьи возвращаются к жертвеннику и взывают к Богу. Они будут стянать, потому что будет происходить обновление страха Господня, святого страха. Но их плач у алтаря будет превращаться в радость, и из тела Христова снова будет высвобождена радость. Я знаю, что это слово исходит из сердца Бога. Райан, сразу после того, как ты пришел к Богу, тебе предстояла операция на сердце. А что случилось, когда ты готовился к этой операции? Да, в молодости я стал зависим от алкоголя. Я поглощал его в таких количествах, что сильно навредил своей сердечно-сосудистой системе. Мое сердце распухло очень сильно. А во сколько лет ты начал пить? Я начал в 13 лет, множество раз попадал в больницу. Мое сердце снова и снова нуждалось в помощи врачей, так сильно я ему вредил. Я принял Господу в ноябре 97-го, а в январе 98-го я пришел на первое в своей жизни молитвенное собрание. Я не представлял, что это такое. Я сказал Господу, я знаю о тебе лишь немного, только основы. Мне сказали, что ты целитель. Я не хочу, чтобы мне делали эту сложную операцию на сердце. Я слишком молод. Мне необходимо твое исцеление. Я просто тихонько просидел все служение. И потом вдруг я услышал «исцелен». Я услышал только слово «исцелен». Я повернулся и увидел, что зал церкви был пуст, там была только одна женщина. Она знала меня всю жизнь. Она спросила «Райан, ты знаешь, сколько часов ты молился?» «Нет, три с половиной часа». Я позвонил врачу и попросил пересдать все анализы. Результаты показали, что у меня больше не было проблем с сердцем. Он ничего не знал об исцелении. Он не знал методов и формул, но слышал, что Бог исцеляет. Он услышал одно слово. Интересно, что оно звучало в прошедшем времени. Бог не сказал «ты будешь исцелен». Он сказал «исцелен». Это напомнило мне 1 Петра 2 главу. Ранами его вы исцелились. Итак, после этого, за 15 лет он стал мощным Божиим служителем и учил других вере, которая сдвигает горы, сопровождая это чудесами и знаками. И потом вдруг Бог убрал почву у него из-под ног. Это реально из ряда вон. Пожалуйста, Райан, расскажи, что же произошло. Многие говорили «Райан, твоя вера слишком радикальна». Я отвечал «Послушайте, радикальная вера — это не что иное, как послушание. Ты слышишь, что Бог говорит тебе сделать, и ты это делаешь. Я достиг определенного уровня веры и начал даже немного гордиться этим. Я был в церкви своих родителей. Это был январь, и сидя в церкви, я услышал от Бога то, что ты знаешь о вере — это ничто. Это был как удар под ребро, не иначе. Он учил о вере всех и повсюду. Он отождествлял себя с этим учением. Его сопровождали чудеса. И вдруг Бог говорит «все это ничто». Ничто. Тогда я сказал «Бог покажи, чего я не понимаю, что я пропустил». И он показал мне. И после этого, спустя три месяца, тебе позвонила мать, чтобы сообщить ужасную новость, которую не хотел бы услышать ни один сын на этой планете. Да, это был март. Я служил в штате Вирджинии. Вдруг зазвонил телефон, это звонила моя мама. Я сразу понял, что она чем-то расстроена. Она сказала «Райан, мне нужно тебе кое-что сказать». Плачу, она произнесла. Мне поставили диагноз «рак». Очень запущенный. Так что нужно срочно делать операцию. Врачи боялись, как бы рак не пошел в лимфу. Я сказал «Мама, я знаю, что сейчас тебе тяжело это слышать. Плакать в таких обстоятельствах – это нормально. Но у меня есть слово от Господа. Ты будешь жить и не умрешь. Это просто атака врага». А я сказал ей «Я буду сражаться за тебя, и ты выйдешь из этого сражения с победой от Бога». Я сказал ей «Ты не должна сдаваться, потому что вместе мы все это преодолеем с верой». А вот что меня особенно потрясло. Райан на самом деле знал еще кое-что, чего он не сказал своей матери. И поэтому в его словах было столько уверенности, что ты намеренно решил не рассказывать своей маме тогда. Много лет назад моя старшая дочь, сейчас ей уже будет 21 год, но когда ей было 4 года, моя мама позвонила мне, чтобы рассказать, что в течение нескольких недель она часто видела сны, в которых она играла со своими выросшими внуками. И во сне количество внуков было огромным. В то время, по факту, у нее было всего трое внуков. Я понимал, что речь идет о чем-то, что будет еще очень нескоро. Из-за того, что Бог открыл мне тогда, я знал, что на жизни моей мамы есть пророческое предназначение. И поэтому враг просто пытался это украсть. Но я решил не напоминать маме об этом сне. А почему ты так решил? Я хотел, чтобы сам Бог ей напомнил об этом. Я хотел, чтобы Бог оживил это в ее духе. Не чтобы я ей напомнил, но чтобы она понимала, что Отец желает, дабы это исполнилось. Через 5 месяцев, Райан, твоя мама хотела умереть. Когда вы услышите, как сильно она страдала, вы поймете, почему же именно так. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом... Создать в себе самом... Дабы создать в себе самого одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Адам хадош ехад. Один новый человек. Итак, твоя мать пережила все необходимые операции и всю терапию, которая полагалась, и в процессе лечения она совсем сдалась. Да, из-за того, что это была запущенная стадия рака, ей пришлось проходить и облучение, и химиотерапию в одно время. Это забрало у нее все силы. Мы ожидали, как это повлияет на ее разум, как воспользуется этим дьявол. Однажды я был у них в гостях. Мы жили в разных штатах. Моя тихая и скромная мама вдруг начала грубить моему отцу. Это нас очень сильно удивило. На нее это вовсе не похоже. Она направилась в свою комнату и позвала меня. Я впервые не хотел туда заходить. Я специально не хотел видеть маму без волос, потому что я хотел быть сильным ради нее. Когда я вошел в ее комнату, она сняла парик. Она положила голову мне на плечо и сказала, «Райан, я так устала. Я больше этого не вытерплю. Я хочу просто умереть. Будет гораздо легче, если я умру. Поэтому, Райан, я прошу тебя, просто позволь мне уйти. Позволь мне умереть. Это последнее, что ты ожидал услышать от своей матери». Да, такого я не ожидал. Я помню, как положил руку ей на плечо и сказал, «Мама, послушай меня как человека Божьего, а не как своего сына. Ты должна знать, что это не есть воля Божия для твоей жизни. Если ты дашь мне 40 дней, чтобы я мог молиться с постом за твою жизнь, я буду сражаться за тебя эти 40 дней. По истечении этих 40 дней, если ты по-прежнему не будешь хотеть жить, я помолюсь, чтобы Бог забрал тебя на небеса. Я помолюсь, чтобы Бог тебя забрал домой, но позволь мне это время бороться за тебя». Эти слова сами вышли из твоих уст. Да, я этого не планировал. Я постился и молился, я сражался за свою мать. Я не шучу, ровно в 40-й день моя мать звонит мне и говорит, «Райан, у меня есть причина, чтобы жить. У меня взрослые внуки, с которыми я обязательно буду еще играть». Помните, он нарочно не стал напоминать ей эти сны. А кто же ей напомнил? Это был Бог. Бог вернул эти сны моей матери, я знал, что он обновил ее разум и восстановил для нее это пророческое слово. И с тех пор рак оставил ее тело навсегда. Сейчас она здоровый человек. Как ты думаешь, чему в этом процессе научилась твоя мама? Она верующий человек, исполненный Духа Святого. Но чему она научилась из этого опыта? Я спрашивал об этом обоих моих родителей. Они оба сказали одно. Мы научились по-доброму говорить людям, «Прости, но мне не нужно слышать все подряд, но лишь то, что говорит Бог». Многие люди приходили со своими историями, и у них были добрые намерения. Но мы порой не осознаем, как может вползти враг и потянуть вниз твои эмоции, а значит и твои мысли, твое состояние тела. Они сказали, «Важнейший урок, который мы уяснили, это четко различать самый важный голос в жизни, голос Отца». Бог сказал тебе, в особенности после Откровения, когда Бог сказал тебе, что ты ничего не знаешь о вере, что у тебя послание о жизни, которое ты должен передать людям. Да. После того, как Бог сказал мне, что я ничего не знаю о вере, я удивился. Бог, ну как же так? И на том служении я встал на колени, пал на лицо и горячо молился Богу. Я знал, что на том месте присутствует живой Бог. Затем я начал изучать, что сделала Авраама отцом веры. Многие годы я считал, что его заслуга в том, что сказал Богу «да». Получается, вера — это когда мы говорим Богу «да». Но зачастую наша вера вдохновлена каким-то произошедшим событием. Мы верим, что люди могут вставать с инвалидных колясок, потому что видели, что люди встают с них. Это все очень вдохновляет, но это не обязательно вера. Тогда, если у тебя нет примера, то как ты можешь в это верить? Я начал изучать жизнь Авраама, и в 22 главе Бытия Бог велел Аврааму принести своего сына Исаака в жертву. И я подумал, у Авраама не было примера. Он не мог сказать неким шаблоном. Бог сделал это для Джорджа, он сделает это и для меня обязательно. Не на что было ориентироваться. Да. И в 3 стихе 22 главы я увидел, что после того, как Бог сказал Аврааму, «Я покажу тебе, куда идти», Авраам вышел и пошел на гору, куда повелел ему Господь. Это была гора Мария, которая впоследствии стала местом распятия Иисуса. И в 4 стихе сказано, что на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Это место буквально выскочило со страниц моей Библии. Но что мог увидеть Авраам в третий день издалека? Читаем чуть дальше и видим, что в кустах был овен. Он взглянул и увидел овна. Так кого же он тогда увидел издалека? Что он увидел раньше, но не своими физическими глазами, а сверхъестественно, в той сфере, о которой мы сейчас с вами говорим, как видение. Это откровение? Я никогда раньше не слышал об этом. Тогда меня осенило. Возможно, Авраам увидел смерть с погребения и воскресения Господа. Возможно, именно это он увидел издалека. И в Евангелии от Иоанна, задолго до своей смерти и воскресения, Иисус говорит, «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». Ему все равно было сложно принести сына в жертву, но он видел будущее. Это то, что вдохновляет. Бог дает людям пророческие сны, видение и слово. И это может быть за много лет до происходящего. Он покажет вам, чем все закончится, чтобы у вас были силы все это пройти. Позволь задать тебе вопрос. У меня есть толстая книга, она полна пророчеств, которые еще не исполнились. Что мне делать? Забросить книгу куда подальше? Конечно, нет. Я верю, что верующий человек должен открывать эти пророчества, перечитывать их и молиться над ними, поститься и провозглашать это слово. Слова, сказанные в вашу жизнь, имеют на себе знак от Бога. Бог не лжец, Он истинный. Если Бог что-то сказал в вашу жизнь, это слово послано для того, чтобы исполниться. Иногда время является преградой, но правда в том, что моя надежда и упование не на то, что сделаю другие, или сделаю я. Но мое упование лишь на то, что сказал мне Бог. Одним словом, держитесь за слова Божьи. Получается, ты ответил на мой следующий вопрос. А что если у меня нет книги с пророчествами? Что если я не получил ни одного пророчества? Я знаю, некоторые из вас находятся в такой ситуации. Даже многие из вас. Что ты скажешь им? В начале моего христианского выхождения я вообще ничего не понимал в пророчествах. Я начал ходить на служение, где люди получали слово, и я начал просить Господа, «Выбери меня. Мне нужно твое слово в мою жизнь». Я думал, только я так делал когда-то. Ничего не происходило. Я был на одном из таких служений и взывал, чтобы прозвучало мое имя. Я услышал, как Дух Святой говорит, «Почему ты хочешь слышать от человека то, что я уже сказал тебе?» Я понял, что слышал пророческое слово в мою жизнь, но не понимал, что это пророчество. Каждый человек рождается с уникальной целью и предназначением от Бога. Никто не случайен. Никто не является ошибкой. Бог создал и сформировал каждого человека для его времени и пророчествовал в их жизнь. Я каждый день молюсь, чтобы люди имели глаза, чтобы видеть и уши, чтобы слышать и сердце разумеющее, что им говорит Бог. Если Бог говорит вам через человека, слава Богу. Если нет, то лучшее пророчество от Духа Святого. Как насчет того, чтобы ухватиться за обетование с Библией? Я верю, что человек может взять Божьи обетования из Библии и применить их к себе лично. Я осознал кое-что о Слове Божьем. Оно для меня. Оно для вас. Если в Слове есть обещание о том, как это будет и как это должно быть, это означает, что я должен применить это к своей жизни. Я не просто часть этого, я включен в это. Если Христос был заклан прежде основания мира, то и моя жизнь получила предназначение от Бога задолго до того, как я родился на свет. Это обетование в Библии включает в себя и мою ДНК, и мое предназначение. Ты говоришь о том, что не нужно быть пассивным, но что нужно бороться за свое чудо. Каким именно образом бороться? Да, мы должны быть готовыми сражаться за исполнение слова. Враг желает украсть, убить и погубить, но Писание говорит, что Бог пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Я знаю, что мы говорим о всеоружии Божьем и действительно есть времена, когда нам не нужно вступать в сражение. Сын знает, когда ему быть на лоне Отца и когда ему необходимо отправляться на поле боя. В нашей жизни есть времена, когда враг, зная, какое в вашу жизнь звучало пророческое слово, пытается вывести вас из битвы, нейтрализовать вас, но вы должны встать и сражаться. Противостаньте ему, заявите, «Нет, я знаю, что говорит Слово Божие, и я буду за это сражаться». Так, я хочу сейчас нанять тебя в качестве лайфкоуча. Я хочу, чтобы ты сейчас обратился к тем, кто получил от доктора неутешительное известие. Библия называет это «худшие вести». Они, эти люди, теряют надежду, так же, как тогда это было с твоей мамой? Обратись к таким людям. Библия говорит, что ранами его мы исцелились. Мы уже исцелены, но наше тело это плоть. Порой плоть ослабевает. Но я прошу вас помнить вот о чем. Я знаю, что говорят врачи и как звучат прогнозы, и как трудно порой противостоять мрачным мыслям. Но также я знаю, что Бог создал вас не для того, чтобы укоротить вашу жизнь. Бог создал вас для того, чтобы вы могли преодолеть то, с чем вам приходится сталкиваться. Несмотря на то, что враг может прийти, а Библия говорит, «Падут подли тебя тысячи, и десять тысяч одеснует тебя», важно помнить, что ни одно оружие, сделанное против вас, не сможет быть успешным. Это не мои слова. Это его слова. Даже если ваше тело ослабело, я провозглашаю, что ваше тело приходит в соответствие с Божьим Словом. Бог говорит, что вы исцелены, вы восстановлены и обновлены прямо сейчас во имя Иисуса. Я также хочу, чтобы ты помолился, чтобы мы были открыты к тому, дабы принять новое пророческое Слово от Бога или исполнить пророчество, полученное ранее. Отец, я прошу тебя за каждого мужчину и каждую женщину, кто слышит мой голос. Я призываю их духовные уши открыться прямо сейчас во имя Иисуса. Я противостою всякому шуму в ушах, который враг направляет, чтобы вас отвлечь. Я закрываю рот врагу во имя Иисуса. Я черчу линию крови Иисуса вокруг каждого мужчины и женщины, дабы вам иметь уши, чтобы слышать пророческое Слово от Бога в вашу жизнь. И также, Отец, прошу за исполнение их пророческих слов. Ты ознаменовал их собою. Отец, на этих словах твоя слава и твое помазание. Я провозглашаю, что эти слова исполняются таким образом, что только ты, Божий, примешь всю славу и честь за это. Я напоминаю врагу, что он не имеет силы, не имеет контроля. Я отзываю его право на пророческие сны и слова в их жизни во имя Иисуса. Божьи слова и его предназначения осуществятся в вашей жизни во имя Иисуса. Может, вы знаете об Иисусе, а может и нет, но вы точно знаете, если вы не познали Иисуса на личном опыте. У кого-то из вас есть знания о нем в голове. Кто-то даже произнес молитву в церкви, спустился, чтобы помолиться у алтаря, но при этом вы не познали Бога лично. Я хочу помолиться, чтобы вы могли пережить его на своем опыте. Повторите эту молитву за мною. Дорогой Бог, дорогой Бог, я грешник. Я прошу простить меня. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня от всякого греха, и я чист. И теперь, когда я чист, я прошу тебя, Иисус, войди в мою жизнь и живи во мне. Будь моим Господом. Я хочу пережить встречу с тобою, личную встречу. Ты нужен мне, Бог, во имя Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Вы знаете, что когда вы пропитываетесь Божьим присутствием, исцеляется ваше тело, восстанавливается душа, в то время, как вы переживаете Божье присутствие, как никогда раньше. Не пропустите следующий выпуск «Это сверхъестественность сида Мротом» и откройте для себя сверхъестественную силу пропитывания. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас. Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok